Добрый вечер, мои уважаемые зрители! Добро пожаловать снова на мой канал! Только что я перевел небольшое видео, небольшой фильм документальный про жизнь мчел, но не рискнул его выставить, потому что я знаю, что могу получить предупреждение. Но я его приготовил уже и выслал в студию, которая выпустила видео, просьбу разрешить мне его перевести на русский язык. Но сейчас я вас немножко ознакомлю с пчелами, так чисто по фотографиям. Вы на моем канале видели, что я делаю видео. Сюжет касается азиатского шершня, вот этого вот очень опасная штука, у которого жало не как у пчелы, типа гарпуна, которая застряла в плоти и потом не может вырваться и пчела погибает. Нет, у этого просто на самом деле игла 6 миллиметров длиной и который может совершать до 10 укусов. То есть у него запас яда большой там, к тому же еще он вырезается своими мандибюлями вплоть, разрывает ее туда, где кусает. На одном из моих предыдущих видео про азиатского шершня вы можете увидеть женщину, которую шершень укусил в ногу и что он сделал не только сам место укола, а его наружу, как он его выгрыз. Это просто страшная вещь. Сейчас мы поговорим про пчелу. Пчела это очень интересное насекомое, но оно тоже также может укусить и тоже самое также может спровоцировать аллергические реакции и даже анафилактический шок. Чуть дальше по видео вам покажу, что это такое. Сейчас поговорим про пчелу. Пчела это медоносное насекомое, которое мы все любим, которого иногда боимся, которое может укусить, но у которого укус одноразовый. Жало у пчелы оно как гарпун, то есть это игла с выходами, с кончиками такими как крючок, то есть она когда попала в тело, оно не может уже обратно выйти. Пчела вырывается, погибает и остается вот такой мешочек на этой игле, который пульсирует, который впускает яд вплоть. Поэтому, когда если вас укусила пчела, ни в коем случае не чешите место укуса, а постарайтесь выдернуть эту иглу, ее жало аккуратно, не надавливая на этот мешочек, потому что, если вы на него надавите, то вы рискнете запустить весь яд себе в тело. И укус может быть довольно-таки плачевно закончится, если бы укус напрямую в вену попало, будь то шершень или пчела, это может очень плохо обернуться и в некоторых случаях может быть летальным. Я повторюсь, потом покажу по видео, чем это связано. Что такое пчела? Пчела имеет несколько видов своей жизни. Я говорю про рабочую пчелу, которая вылупилась. Она как только вылупилась, она начинает работать. Она вскармливает королевской желе некоторые гнезда, где находятся рабочие пчелы. Но если в гнезде були и матка погибает каким-то способом, то срок кормления увеличивается. То есть, несколько гнездышек, где находится просто речинка, ее вскармливают этим желе королевским на семь дней больше, чем надо. И, соответственно, из-за этого вскармливания, речинка превращается в королеву или в матку, как хотите, называйте ее. Потом пчела, после того, как она закончила кормежку, она становится строителем. То есть, строителем сот. Она начинает вырабатывать воск, который находится на брюшке у нее. И потом она строит соты. Потом следующий этап у пчелы, это пчела. Как сказать по-русски, на русском языке даже не знаю. Я думаю, это называется развозчица. То есть, пчелы, которые собирают нектар и пыльцу, она у них забирает нектар. То есть, пчела, которая, вы видите, на улице летает, которая собирает нектар, она не прилетает. Она напрямую не делает мед. Она туда прилетает и другая пчела, которая закончила выпускать воск, заниматься строителем, строительством, она уже начинает, как сказать, собирает у нее у другой пчелы нектар. Вот вы видели когда-нибудь попугаев или птиц, которые кормят своих птенцов или даже меру собой, как бы вырыгивают продукт, еду. И другой поглощает. То же самое происходит с этой пчелой, которая собирает, собрала на улице нектар. Да, нектар. Пыльцу она на себе носит. Она передает нектар другой пчеле, чтобы та потом вырыгивала его в соты. Это называется, по-моему, трофилактический обмен. По-моему, что-то такое. Я точно не знаю на русском языке. Но это очень... Вот фильм, который я смотрел, это очень обалденный фильм. Он очень хорошо сделан. Потом пчела эта, которая была разночица, которая там все это укладывала, делала запасы. Скажем так, она становится потом пчелой-сборщицей. И все, это ее последний этап. Когда этот этап у нее заканчивается, она потом просто погибает. Он теряет силы со всей этой работой. Вот такой вот интересный жизнь пчел. Побольше о таких насекомых, если вы хотите узнать, я под видео оставляю канал ученого, энтомолога Виктора Фурсова. У него канал на русском языке, на русском и на английском языке. А если хотите про азиатского шершня, там тоже подссылка у меня есть, на оригинал, на французском языке. А все равно у меня на русском языке есть. Про это то, что касается про шершней. Теперь, что касается укуса. Почему укус может быть для кого-то опасным? Он может, типа, повторюсь, из-за аллергии, из-за шока. Но сам яд, который, когда попадает в кровь, он действует на сосуды. Он их расширяет. То есть, давление падает резко. Сердце начинает биться, а кровь не поступает достаточно. То есть, это может ударить на голову, недостаток кислорода. Соответственно, что это может плохо закончиться. Но для этого нужно большое количество укусов, чтобы до такой степени дошло, что уже нет поступления крови в сердце. Но опасность заключается в аллергии. У кого есть аллергические реакции на яд, вот тут уже может это плохо закончиться. Ну вот, посмотрите по видео. Как вы видите, когда вена нормальная, артерия, то давление, сердце бьется, давление нормальное, кровь циркулирует, доходит по всем частям куда надо. Но когда попадает яд, когда еще в больших количествах, вены расширяются. Сердце не может доставить необходимого количества кислорода крови в мозг. И, соответственно, в некоторых случаях это может закончиться трагически. Самые опасные укусы пчел, шершней. Это шея, вены чтоб не было. Ну, что нам, глаза там, что-то такого. Или если бы рот укусило, чтобы человек не задохнулся. Но это чисто технические такие опасности. Но аллергия и вена, расширение вены, это самое такое, что может спровоцировать чисто летальный исход. Также, кто интересуется всеми такими вещами, интересными насекомыми, есть такой фильм, он на французском языке называется «Секретная организация...» Мир... Сейчас я скажу точно, подожди, извиняюсь. «Секретная организация муравьев». Это просто что-то обалденное. Фильм на французском языке, к сожалению. Я его с 5-го канала не думаю, что мне будут разрешения его перевести. Но там просто все изложено, как на пальцах сказано, что муравей это вообще второе живое существо на земле после человека, который имеет свои стада. То есть тлю. И как он им занимается? Это не просто тля такая, которая... Просто муравей, который подошел, там тлю защищает, там сок с нее взял, не ел и убежал. Нет, есть такие породы муравьев, которые даже защищают эту тлю от дождя. Когда начинается дождь, они их забирают на спину к себе и тащат под листик, чтобы та сидела в сухом месте. И когда дождь перестает идти, они их обратно приносят на пасеку, на пастбище свое. Обалденный фильм, но, к сожалению, он на французском языке. Если кому просто интересно посмотреть картинки, оставляю ссылку под моим видео тоже. Сразу напишу муравьи на русском языке. Если у кого есть возможность, кто-то может рискнуть перевести его и запустить. Это было бы хорошо, но авторские права. И тем более, это пятый канал. Я не думаю, что кому-то не разрешат так сделать это бесплатно. В общем, спасибо большое за внимание. Повторюсь еще раз, это все было чисто техническое объяснение с этими картинками, которые показал сам. Самое опасное насекомое, которое я показал. Вот это азиатский шершень маленький, но есть еще и мандарин азиатский. Там в Китае живет такая штука, которая цапнет и все. Деревянный макинтош обеспечен. Доброго вечера и до свидания. Еще раз извиняюсь, что не могу нормально фильм переводить. У меня все время авторские права. Я даже недавно послал заявку на перевод одного фильма. Большая студия там научная. Еще ответа не получил. Не верю, что получу. Ну, как говорится, надеюсь, что умирает последняя. Лесплав и вивых. Доброго вечера.